Сидите, сидите, на стол, сел, 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 руки, положь на стол, тебе сказали, руки на стол, сейчас представимся. Главное управление МВД, управление экономической безопасности, а дело в борьбе с коррупцией, значит, просьба выполнять все законные требования сотрудников полиции, и буквально будет применение спецсредства. Все уроки оставляйте здесь. Просьба не двигаться и выполняться требования, повторюсь, вести себя спокойно, размеренно, сейчас проводятся, будут проведены на следственные мероприятия, а после вы поведете с нами. Все, понятно? Хорошо, понятно. Хорошо, все находится, здесь секундочку. Еще раз, врач, в любую-то момент заполнить требования, будут применяться спецсредства, давайте, чтобы как бы все люди интеллигентные, чтобы вас тут не водили, в наручиках по институту, и не в госпитале. Все сделано спокойно, тихо, все, что вы думаете. Андрей, ну все, давайте. Сейчас, следите, я пока сбегаю, возьму. Давай, Андрей, давай быстрее, 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 быстрее. Проходи, быстрее, 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 быстрее. Здравствуйте. Так, денежные средства, которые вы сейчас получили, выкладываете? Я ничего не получал, и это провокация. Ну, вы сейчас денежные средства какие-то получали? Сейчас на столе мне вот здесь вот бросили и вывяжали деньги. Где денежные средства? Вот они. Где? Ну открывайте, открывайте. Открывайте сами. Нет, подожди, открывайте, открывайте. Открывайте сами. Открывайте. Где денежные средства? Показывайте, где? Их бросили на стол вот сюда. Вы открываете? Где? Столько здесь денежных средств? Я не знаю. Кто бросил? Губанова. Это кто такая? Это родительница одного из наших студентов. То есть просто зашла и бросила на стол? Да. Часто у вас так бывает? Нет, такого не было. Ну, вспомните, может быть, за последние полгода еще такие случаи были передачи денежных средств? Таких случаев. Не было, да? А где ваш мобильный телефон? Брошу. На стол положите, пожалуйста. Пожалуйста. У вас один в кабинете? Один. Руки. А ваши? Вы на тынце меня берете. Вы, давайте, указывать не будете, личные вещи ваши, где портфель, еще что-то имеется в кабинете у вас? Нет. Еще денежные средства в кабинете есть? Денежные средства в кабинете отсутствуют. Отсутствуют, да? Сейф, еще что-то есть у вас в кабинете? Сейф вот здесь вот есть. А там деньги имеются какие-то? Кельба. Там только факультетские средства. Я у вас спросил, есть в кабинете деньги? Вы мне говорите, нет, нет. Сейчас говорите, есть. Что значит факультетские средства? Они не в бухгалтерии должны находиться? Ну. На что вы их получали, деньги? И вообще вы их получали? Они не связаны с бухгалтерией, поэтому в бухгалтерии не находятся. То есть ваши личные средства? Да. Или средства факультета? Мы же сейчас вам задавали вопрос, есть ли лишние деньги? Вы говорите нет. Сейчас сказано, что есть. Какая сумма там находится? Вот здесь. Почему здесь в сейфе? В сейфе находится сумма в размере 1 миллиона рублей. 1 миллиона рублей. Ваши личные средства? Нет. Факультета? То есть вы тайно из кассы, из бухгалтерии взяли 1 миллион рублей, что ли? Нет. Или у вас имеется расходный кассовый ордер на руках? У нас все можно представить. У кого находятся расходные документы на 1 миллион рублей? Из какого периода они у вас там находятся? Я просто вас предупреждаю, проводили соперативно-расходные мероприятия. Как давно у вас в кассе находится 1 миллион рублей? Примерно полгода они там находятся. Полгода. То есть, соответственно, в кассе имеется расходный кассовый ордер на полмиллиона, на миллион рублей. Мы можем представить объяснение в свое время. Да, что значит объяснение? То есть у вас миллион рублей в кассе. У кого спросить, скажите, я сейчас пойду, скажу. У кого из должностных лиц, я вот листик возьму, скажите. На каких основаниях у вас находятся в сейфе с миллионом рублей? Скажите, да, кому подойти в бухгалтерию. То вы сначала говорите, что это ваши деньги, то потом это. На факультете. Это ваши деньги, это деньги факультета. К кому подойти по поводу этого вопроса? Мы сейчас, я не знаю, сейчас. Да мы привезем, домой съездим, не переживайте. Давайте, откройте сначала сейф, посмотрим. Подождите, сразу представлюсь. Я выперуполномочен управлением экономической безопасности противодействия коррупции. Фамилия моя Соглаков. Сейчас мной будет проводиться следственное действие, направленное на отыскание следов преступления всех предметов, денежных средств, относящихся к преступлению. Вы, как участвующее лицо, товарищи понятые, вы имеете право участвовать в данном следственном действии, имеете право делать заявления, приносить жалобы, заявлять ходатайство. Вы можете ознакомиться с протоколом осмотра места происшествия, делать какие-то замечания на действия без действия сотрудников, участвующих в данном следственном действии, находиться и задавать всевозможные вопросы. Сейчас будет составлен протокол осмотра места происшествия, в который будут вынесены те предметы, которые будут изъяты. То есть будут вноситься не только изъиматься, но и вообще те, которые принадлежат осмотры, вам его предварительно показывают, помимо денежных средств. То есть сейчас неотложное следственное действие будет произведено осмотр места происшествия, с целью восстановления обстоятельств в факту произошедшего. Кому подойти в бухгалтерию? У кого находится рассмотр? У нас свой бухгалтер в бухгалтерии есть. Я понимаю, но это у кого? Кто владеет информацией по одному миллиону рублей? У нас есть свой бухгалтер, это Ольга Александровна Амшаловна. Как? Ольга Александровна Амшаловна. Ольга Александровна Амшаловна. Так, представлю, замначальника отдела коррупции Симу Янов, то есть, померяемая. Все в процессе идет, да? Вам разъяснили, по какому поводу заезжали? Ну, мне сказали, что вот меняется коррупция, а... Ну, задерживаясь за совершение взятки. Ольга, ясно? Ну, понятно. Сказали. Так, Ольга Александровна, посмотрите ее мобильный телефон, пожалуйста. Так, он у вас телефон, это нет? 8-909-503-909-503-94-93-94-91. Так, она-то что мне должна пояснить? Она в курсе про эти деньги? Нет. Нет, она не в курсе, да? То есть, вы тайной поуджетс похитили или как? Раз она не в курсе? Нет, я ничего не хитил. Ну, вы нам тогда внятно объясните, откуда у вас в сейфе миллион рублей. Ну, если он там есть, да? То есть, вы пояснили, нам надо ответить на это вопрос, бухгалтер, да? Соответственно, раз вы их полгода назад взяли из кассы, вы должны были туда какие-то документы расходные предоставить, что вы их потратили, якобы, либо не потратили. Теперь сколько времени вы начинали? 53, да? Кто нам сможет? Что это за деньги? Или нам придется просматривать, как бы, результаты оперативно-водственной деятельности, чтобы установить, как они туда попали? Ну, в общем, вы можете хоть что просматривать, конечно, для того, чтобы все это выяснить. Но я вам говорю, что это средства необходимы для того, чтобы вы решали свои задачи, они не присваивались таким образом. Какие задачи? Про какие средства вы говорите? Которые у вас в сейфе? А которые на столе, это что у вас? На столе это... Антон, тут же объяснили, да? Вы не будете по 30 раз объяснить? Ну, какие задачи вы миллиону? Вот это в данном случае. Это вы уже пояснили, мы это слышали, да, миллион, да, допустим. На какие задачи? Чьи задачи-то? У вас тут оппозиция какая-то там? Или что? Вы нам не одно объясните, конкретно, на какие задачи? Строительство или что-то приобретение какого-чего-то? Или вы лично храните свои средства? В данном случае... Да, вы пояснили, что на один миллион рублей у вас, мы поняли. Вы сказали, что это средства факультета. У нас, соответственно, возникает вопрос, как они к вам туда попали, эти средства факультета, и на какие цели они вам были выданы, эти средства? Ну и хочется услышать, если вы заметите на ответ еще раз, ну, с комментариями, пусть. Нет, здесь-то все, все просто. Сейчас, отню здесь, надо два слова просто. Ну, так как объясняют, откуда у вас, ну, или он, или нет. Если так, как они, ты подойдите подольше. Смотрите, здесь. Ну, видите ли, для того, чтобы нам решать свои хозяйственные задачи, у нас должны быть... Какие задачи вы решаете? Строительные, ремонтные задачи. Мы вам можем показать сейчас аудиторию и факультет. То есть, полгода назад они у вас там лежат. Это не одномоментно, какие-то вот собранные средства? Ну, допустим, на какие задачи конкретно вы приготовили цитут? 121б. Они же что-то лежат, ждут, получается. Ремонт аудитории. Какая аудитория конкретно? Ваша акция. Конкретно аудитория на 1С, аудитория. Станислав. И аудитория по третьему этажу нуждаются прибыть. Ну, номер аудитории. Сосновенщик был. Человечек. 300, 2, 300, 3, 300. 16, 3, 300, 3, 300. И какой там ремонт нужен в этих аудиториях? Ремонт, связанный с стеновыми побелками, покрасками, заменой полной и прочее. То есть, полгода назад вы эти деньги получили именно за это, да? Мы их не получали. А где вы данные же деньги с средства с кассы получали? Мы их специально аккумулировали в факультетские средства. Так, понятно, аккумулировали. Объяснить? Провнять, немного подробнее. Каким образом? То есть, вы за эти деньги с средства никак не отчискивались? И почему? Их и вы детские. Какой порядок отчёта за эти деньги? Мы производим определённые ремонтные работы. Я понял. Какой порядок отчёта за эти деньги с средства? Вот вы отчитаться должны за эти деньги с средства. Какой порядок? Мы работаем с конкретными строительными исполнителями. И они потом выставляют нам в счёт фактуру. Это счёт фактуры нами оплачивается. И эти данные же с средства вы из кассы получали? Или со своего кармана положили? Здесь и мои средства есть. Сколько ваших там средств? Надо вспоминать. Ну что значит надо вспоминать? Надо вспоминать. То есть, вот это деньги. А это из кассы вузах или нет? В сейфе, который там... Факультетские. Это факультетские деньги? Факультетские. Вы их каким образом собираетесь? Так это бухгалтер факультета, да? Бухгалтер факультета. Сейчас. Хорошо. А где вы будете? Здесь деньги, что вы собираете с факультета? Мы не с факультета их собирали. У нас есть счёт. У нас есть средства, заработанные от дополнительного набора студентов. Мы с факультета не собирали. Но вы же, я же вас за языком. Вы говорите, это деньги, капультет. Да. При этом вы говорите, что у вас счёт. Почему они на счёте? Потому что расходовать их так проще. Дима Анатольевич. Какие у вас автомобили имеются? Ну это... Вы же, я видел, оттуда, со стороны Ленина, что ли, да? Да. Вы пешком что-то видели, автомобиль там оставили? Там служебная машина. Служебная, а там водитель? Водитель. То есть он выходит, закрывает. Ключи забираешь. Да. А где машина стоит? Там ваши... На углу. Ваши личные вещи есть? Там сумка. Сумка, да. А у нас какие работы? До четырёх по пятницу. Сейчас он там стоит, да? Он возьмёт, да, плачет? Да, он возьмёт. Антон, понял? Это подъедет, да, сейчас? Как вы умерёвно собрали? То есть здесь уголок. Там подъедет, подъедет. Ты ключи забирали или забирали? От машины. Мы его сюда забирали. От кого? Собирали. У меня. Ведомости есть какие-то? В портфеле что в вашем автомобиле? Нет, там не портфель, там сумка. Сумки что там? Сумки там приобретённые для дома, продукты питания. И, по-моему... Портмоне там ваше, нет? Портмоне это бумажный. Нет он с собой. С собой, да? Там какие-то пластиковые карты есть? Есть. Нет, там... Там нет. Сколько продуктов, да? Продуктов питания. То есть, как мимо проходили, практически были, участвовали в диалоге. Понятно. То есть, какие-то у вас имеются ведомости, подтверждающие, что вы собрали с кого-то это деньги? Ну, это в бухгалтерии. В бухгалтерии? Это в... Что там имеется? Мы должны разговаривать вместе с бухгалтером. А, ну, то есть, я понимаю, нет там ничего, да? Ну, почему нет? Так, ну, это деньги вам просто кинула женщина. Это просто кинула женщина, да. То есть, это там ни на ремонт, ни на приобретение чего-то. Она просто зашла и кинула, правильно? Да, да. А зачем она это сделала, вы не знаете? В провокации. А что она сквозировала? Ну, провокация от чего? Вот это вот история. Историю, да? Ну, она чем-то должна быть мотивирована, правильно? Личная неприязнь. Может, просто так, ну, не можно говорить? Я же не зашел, но я или сейчас не забрал, да, или еще вам не докинул, правильно? Почему-то же это произошло, что это? В связи с чем? Ну, понятно, спровоцировать. А у вас что, не какие-то неприязные отношения? Нет, отношения очень хорошие. Очень хорошие. А зачем мне это когда-нибудь? Не знаю. Зачем мне это? Ну, то есть, вот вы можете как-то рекоментировать. Она зашла и просто вам полоставила деньги на столе, да, бросила даже. А вы их накрыли папочкой, да? Так что? Я в данной ситуации действительно объект провокации. Объект провокации, я это понял. Ну, соответственно, она бросила. Зачем вы их папочкой накрыли? Почему вы ей не говорили, забери назад деньги? Еще что-то. Она стремительно вышла. А, нет, ну, может быть, это у нее был долг, там, перед университетом она хотела, чтобы вам передать, чтобы вы в кассу внесли, нет? Долго никакого у нее не было. Не было, да? Она не сотрудничала. А, нет, не обязательно, может быть, она какие-то работы выполнена, это лишние деньги, то есть, вам надо, да, чтобы вы в кассу внесли, нет? То есть, вы не собирались эти деньги в кассу внесли, правильно я понимаю? Это деньги провокации. Вот эти, сколько тут вы не знаете, да? Пятитысячные купюры, и тысячные, то есть, это купюры. Папа, вопрос. Я их руками не брал. Следующее, что вы собирались делать с этими деньгами? С этими деньгами я ничего не собирался делать, потому что это провокативные деньги. Это вы сейчас понимаете? А в действительности же как бы? В действительности. Да, если не кто-то будет заниматься, она вам пришла, а у Ольга Александровна. Ну, стоит, позвольте. Конечно, мы можем отгодиться, а потом.